Не, ну он, конечно, совсем сдурел со своими кликбейтами, думаете вы? Но странно, если вы этого не замечали, насколько постпанк это наш звук. Наш там главный народный исполнитель Виктор Цой и его группа Кино очень многими считаются копией группы Кьюр, хотя и сами члены группы, их современники, говорили, что кино больше и похоже, и на самом деле ориентировались на The Smiths и Joy Division. Да, Цой и кино на Joy Division. А распространенность поп-панка в России сейчас вообще ни с чем не сравнится, при том даже в таких причудливых проявлениях, как вот самая песня группы «Молчат дома» на стихи Бориса Рыжего. То есть, как бы кусок какой-то очень давней русской эстетики, русской тоски, обрел новое рождение сейчас с помощью актуального инструмента передачи русской тоски, в данном случае постпанка. Короче, мне есть что вам сказать про Joy Division и про то, при чем здесь русские. И когда я говорю в данном случае русские, я еще имею в виду украинцев, белорусов, и, в принципе, ну понимаете, братья СНГшники, мы с вами в очень многом похожи. И еще, если что, заранее извините за кряканье на фоне, тут очень много уток. Здравствуйте, вы на канале Сейна. Загадка. Вы знаете, что у меня дофига кепок. Так вот, посмотрите вот на эти две. Одна из них куплена за 3 тысячи в магазине довольно известного бренда, вы наверняка его знаете. А вторая на Алиэкспрессе. Вот считаю до трех, отгадайте, какая из них какая. Раз, два, три. Я наспал вас, они обе с Алиэкспресса. Да, я в основном вещи получаю из вообще рандомных мест, будь то секонд-хенды, будь то иногда авито, будь то иногда просто где-то что-то увидел. Короче, иногда я их все же заказываю на Алиэкспрессе. И вот конкретно с этими кепками вышел прям вин, я на них оставляю ссылку в описании. И еще на Алиэкспрессе есть промокод для новых пользователей. Он с 750 рублей начиная, дает вам скидку в 250 рублей. И вот мы находим в магазине другую кепку, как раз примерно за 750 рублей, добавляем ее в корзину, вводим наш волшебный промокод из описания, и опа, 750 рублей превратились в 500. Промокод, напоминаю, в описании. Очень важно, используйте промокод только в приложении, не на сайте и не в миниапе, именно в приложении. Я разделяю и понимаю ваши опасения заказывать одежду из-за рубежа без возможности померить, но вот что одну, что вторую кепку, те, кто смотрит все видосы, знают, я на протяжении года ношу ну просто постоянно. И, кстати, они все еще в отличном состоянии, как видите. Поэтому и эти кепки, и промокод в описании под роликом. Начнем с того, как G-Division вообще получился. В 1976 году в Манчестере выступают Six Pistols, и молодые товарищи Бернард Самнер и Питер Хук идут на их концерт. И настолько впечатляются, что решают сами стать рок-звездами. То есть, буквально, сам факт того, что они увидели Sex Pistols, он их супер вдохновил. И я просто рассказывал про этот же самый концерт Sex Pistols в своем ролике про Sex Pistols, советую его посмотреть. И там я как раз рассказывал, что, по сути, из одного концерта Sex Pistols вышло огромное количество групп, потому что был найден новый язык, совершенно новая манера. И можно сказать, что он появился просто в нужном месте, в нужное время, но на самом деле он был абсолютным следствием общественных настроений. Люди были переполнены ненавистью и недовольством, которое при этом копилось вот в самой взрывоопасной части населения, конечно же, в молодежи. И вся революционность панка заключалась именно в честности и в экспрессии. И то, что там были супер примитивные партии, они играли из рук вон плохо, было не так важно, что им можно плохо играть, в смысле, можно не учиться музыке, а было важно, что можно плохо играть, в смысле, такое допустимо. То есть музыка может быть не стерильна, не выверена, не подвластна цензуре, рамкам вменяемого и так далее. Так вот, решили эти два парня стать музыкантами, подали объявление, что, мол, ищем барабанщика и солиста. Нашли, солистом отказался Йен Кёртис, молодой, с томными глазами, и вот эта вот вся компашка, уже вам знакомая, в тот момент назвалась Warsoul, Варшава, то есть, и начали играть обычный панк. В смысле, просто панк, именно больше похожий на Sex Pistols. Никакой готической атмосферы, собственной вот этой Joy Division-овской манеры, ничего этого там не было вообще. Они пытались ипотировать ровно так же, как все остальные панки, звучать ровно так же, как остальные панки, и так далее. И у этой группы совсем ничего не получалось. Концерты как-то не очень игрались, песни как-то не очень писались, слушатели как-то не очень откликались, короче, все было прям ужасно. В итоге они сменили название на Joy Division. И что это за Joy Division? Это специальные отряды фашистских концлагерей, в которых женщин использовали как секс-рабынь. Отсюда слово дивизион, потому что они буквально отряды, это военная логика, и Joy как наслаждение. Потому что это, по сути, бордель из военно-пленных. И нихуя себе фактик, да? Звучит даже как-то слишком зловеще, даже для Joy Division. И если бы какая-нибудь современная группа назвалась, отсылаясь к подобной штуке, то к ней бы относились с настороженностью. Это как-то слишком жестко и вызывающе. Но тогда у времени был совершенно другой контекст. Во-первых, вся группа Joy Division увлекалась нацистской тематикой. Что? А дело просто в том, что Йен Кёртис родился в 1956 году. Ну и, собственно, вся группа, они были примерно ровесниками. И по их воспоминаниям, все детство, все вокруг постоянно говорили о войне. Просто это настолько глобальное событие, и оно произошло в историческом масштабе так недавно, что эта тема была до сих пор на пике постоянного обсуждения. Она была ежедневностью. И ровно так же будни и окружение оно тоже постоянно о войне напоминало. Потому что части городов так и не были восстановлены. А там, где были восстановлены, там не восстановилась жизнь в полной мере. И вот эта вот запущенность и бедность, она была повсюду. И это общий контекст, который, если упростить, можно описать как трудные времена. И взять другой пример трудных времен, Великая депрессия в Америке. Именно в это время появились мюзиклы. Жанр, который, ну, просто излучает позитив и выливает его на зрителя такими огромными ведрами, не скупиться. Потому что это жанр, который выступал на контрасте с временем. Потому что очень нужен был этот позитив вообще обществу. И похожее положение дел, похожее общественное разочарование глобальное и разочарование молодого поколения в своих перспективах и вообще в жизни, которые им готовятся, вот в этих серых стенах. Отсюда вот это вот No Future For You. И панк мне представляется проявлением того же. Просто на одно и то же время отреагировали люди, которые там были знакомы со сцен, движением, да, танцем, пением, постановкой номеров и всем таким. А здесь были пьяные молодые утырки. Так и получился панк. Понятно, что это упрощение, но ведь именно суть панка, вот эта его карнавальность и экспрессивность просто во всем, в том числе в названиях групп, это был ответ на тогдашнюю реальность. И, собственно, в этой реальности Joy Division не вызывало такого удивления. Во-первых, потому что все вокруг провокативное, все другие названия панк групп. А интересоваться нацистской тематикой это не было что-то необычное и экстремальное, а был просто недавний период истории, который, ну, был актуален, и всем это было до сих пор интересно. И, кстати, например, тот же Лемми коллекционировал даже оригинальные предметы гитлеровской Германии, покупал их за большие деньги. Если честно, я, наверное, поторопился с тем, чтобы снимать в лесу, потому что здесь очень холодно, до сих пор очень много снега, все растаяло, все жидкое, я, блядь, в кроссовках. Короче, чтобы поддержать каналы «Мои страдания», а еще выиграть шикарные стикеры, напишите в комментах, какой такой жанр музыки до сих пор по каким-то непонятным причинам еще не существует, но его очень надо изобрести, и вот это станет прям вообще главным жанром сейчас на планете, ну, или хотя бы в России, да? Автору самого креативного и интересного варианта мы отправим почтой эти стикеры совершенно бесплатно. А если вы просто хотите помочь каналу и мне дойти до дома, то лайки, дизлайки, комменты из трех слов, и, что важно, досмотр ролика до конца, очень помогает в продвижении видоса, заранее вам всем большущее спасибо. Но даже с новым названием вокально-инструментальный ансамбль «Дивизион наслаждения» aka «Варшава» не добивается успеха. Они собирают деньги на свой первый альбом, то есть буквально откладывают их всей группой, собирали-собирали-насобирали-записали, и первый альбом с треском проваливается. Вообще никто его не покупает, продюсеры не интересуются, звукозаписывающие компании не интересуются, критикам не интересно. Короче, вообще, в пустоту абсолютно канал-альбом, и в этот момент «Джой Дивижн» начали задумываться над сменой звучания и усложнением вот этого примитивного панка. Вообще их трудно представить именно панками в классическом смысле, даже смотря по их биографиям. То есть, Йен Кёртис, мало того, что на тот момент был женат, притом, ну, в очень молодом возрасте, а он ещё и работал в социальной службе по трудоустройству инвалидов. Звучит как-то не очень противосистемно. И как раз-таки следующий альбом группы — это Unknown Pleasures. Тот самый. То есть между обыкновенным панком, который не интересен вообще никому, и вот этим самым, этой иконой, этим уже мемом просто, этим поворотным альбомом, ну, по сути, прошёл год. Но здесь ведь важно не время, а важен сам шаг. Что изменилось? Что такого повернуло обычную панк-группу в сторону совершенно нового веяния? И несмотря на то, что вот между панком и постпанком всего одна приставочка, смысл там совершенно иной. Вот возвращаясь к той аналогии, что мюзиклы и панк, да, то же самое яркое циркачество на контрасте с окружающей реальностью. Постпанк не контрастирует с окружающей реальностью, а вписывается в неё, смакует всю его ужасность. А сам Йен Кёртис, по сути, занимался изучением человеческих страданий. И в это как раз таки вписывается работа в социальной службе по трудоустройству инвалидов, потому что песня «She lost control» про его подопечную, которая умерла в приступе эпилепсии, когда потеряла контроль. И есть фильм про Йена Кёртиса, который тоже называется «Контроль», потому что впоследствии у самого Кёртиса обнаружилась эпилепсия. То есть как раз таки всё, что я описывал до этого, вот вся эта тоска, вот этот вот такой гнетущий постиндустриальный кошмар, когда всё вокруг летит, грохочет, полыхает, вот куда-то несётся, но всё при этом абсолютно серое и бессмысленное. И вот именно про это музыка Joy Division, начиная с Unknown Pleasures, и именно про это постпанк. И если посмотреть на литературные произведения, на которых основаны песни Joy Division, или которым отсылается Кёртис в песнях Joy Division, то там найдутся Достоевский, Кавка и другие. И конкретно Достоевский и Кавка, но это же чисто писатели прострадания. Смакование страдания — это вообще абсолютно Достоевский. А Кавка — это то же самое, только молча страдать на закрытом чердаке, а внутри него в закрытом шкафу. И что ещё важно, Joy Division не были идеологическим андеграундом. То есть они с самого начала хотели писать хиты, хотели, чтобы под их песни условно танцевал вот весь зал, который на них пришёл. И то, что они в итоге стали частью массовой культуры, по сути, это цель, к которой они и шли. Но только задумайтесь, с чем они шли к этой цели. То есть вот этот вот самый изобретённый, новый саунд этого какого-то больного, неустроенного и печального общества — это должен был быть универсальный язык с точки зрения Joy Division, который поймут все конкретно его соотечественники, то есть, допустим, во всём Манчестере, а потом и во всей Англии. Но только поняли не только англичане, но и мы тоже. Потому что прямо сейчас, ну то есть я не буду такие прям прям прямые штуки говорить, что у нас ровно так же, как тогда у них после войны. Понятно, что не так же, но, по-моему, атмосфера очень схожая. И как раз-таки, когда у нас создаются одни за другим новые постпанк-группы, это ровно такие же музыканты, с ровно таким же ощущением, что если я сейчас к вот своим соотечественникам, да, людям вокруг меня, таким же, как я, по складу сознания буду обращаться на этом языке, то я буду услышан и понят. И именно вот изобретённый тогда на unknown pleasures, вот этот вот, не то что конкретно постпанк, да, а вот этот, в общем, стиль изложения мыслей, и вот сам концепт, он жив до сих пор и до сих пор актуален. И самое печальное в этой красивой истории про изобретение жанра и нового музыкального языка, который станет универсальным для разных стран и континентов, то, что Кёртис повесился спустя год после выпуска Unknown Pleasures. И на это страшно смотреть именно в масштабе дат, что 76-й год — это концерт Sex Pistols, на котором два парня просто решили, что хотят сделать рок-группу. И проходит всего 4 года, и их солист уже кончает с собой. И это было не импульсивное самоубийство, более того, оно получилось только со второго раза. Первый раз он пытался убить себя медикаментозно, но, опять же, безуспешно. И важность в том, что к этому самоубийству, как и к самоубийству Кобейна, привело разочарование. Только в случае с Кёртисом это разочарование, оно шло от его эпилепсии, потому что он становился откровенной абузой для группы, которая становилась все популярнее, популярнее и популярнее. К ним приходили все плюшки, которые приходят к рок-звездам, но сам Кёртис не мог пользоваться этими благами, опять же, из-за эпилепсии, и еще и свою группу также ограничивал. И у него есть строчки «Я беру на себя вину», и, в принципе, можете углубиться конкретно в биографию Кёртиса. Оставляю в описании ссылку на документалку про Joy Division и еще фильм «Контроль», тоже, помните, я уже упоминал сегодня. И вот эта вот разочарованная отрешенность, ее можно заметить во всем творчестве Joy Division. И сами участники группы говорили, что когда мы играли эти песни, мы даже не задумывались, какие там тексты. в том числе подруги Кёртиса и другие, вот те, кто с группой были знакомы, они говорили непосредственно другим участникам коллектива, что, слушайте, Йен пишет что-то ненормальное, ему, наверное, очень плохо, с ним что-то не в порядке. Но они говорили, нет, нет, это искусство. И вот, опять же, по словам членов группы, только когда уже задолго после смерти Йена Кёртиса они видели эти тексты на бумаге, а песни-то продолжают и продолжают жить. И когда они видели эти тексты на бумаге, только тогда они хватались за голову и думали, господи, какой это ужас! В насколько тяжелом состоянии он находился, по сути, почти все время существования группы. И история, безусловно, не терпится слагательного наклонения. То есть мы не можем сказать, что было бы, если бы не было Joy Division. Но мне кажется, что некоторое подобие постпанка в любом случае возникло бы. Во-первых, потому что абсолютно нормально, что исполнителям хочется сказать что-то больше, чем просто пошел нахуй, как это говорили панки. Опять же, в ролике про панк тоже эта мысль была. А как раз-таки вот эта одинаковая для многих гнетущая реальность и одна и та же общая боль, она, мне кажется, так или иначе, привела бы к вот этому определенному жанру. Потому что я смотря, например, истории про вот то биографию Пантеры, то биографию Мегадет, короче, вот металлистов тех времен, у многих из них проскакивают фразы в духе «было ощущение, что сейчас придет новый звук», «было ощущение, что мы сейчас найдем следующий, как бы, поджанр» и так далее. То есть музыканты, которые находятся непосредственно вот в этом жанровом плавильном котле, они ощущают вот близость прихода чего-то важного. И как раз-таки поэтому с концерта Sex Pistols вышло огромное количество новых групп, потому что, мне кажется, все они в тот момент отчетливо поняли, что вот здесь может что-то родиться, и, возможно, я это что-то нащупаю. И Joy Division просто так повезло, что у них оказался вот этот вот идеально подходящий для этого, но совершенно несчастный сам по себе Ян Кертис. Так что вот получается хорошее напутствие, дорогие друзья. Если вы чувствуете, что можете где-то что-то сделать, и если у вас глаза загораются от чьего-то чужого выступления, чьей-то работы и так далее, верьте этому ощущению и двигайтесь. Потому что, возможно, именно вы окажетесь вот такой краеугольной фигурой, которая разделит на до и после какой-нибудь жанр, направление или вообще весь нахрен мир. А гораздо легче менять мир, при том это научный факт, если ты подписан на мой инстаграм. Известно вообще всем. А если ты подписан еще на мой телеграм-канал, то за ближайшие пять лет ты точно не сломаешь ногу. То же самое. Вот мне просто недавно факс пришел со свежими научными фактами про мои соцсети. Вот телеграм и инстаграм, следующие интересные факты в следующих видосах. А спасибо, что досмотрел этот. Ты знаешь, где кнопка подписки. Я сейчас в лесу. Вы понимаете? Понимаете? Сейчас в середину кадра. Так. А! А!